Друзья, приветствую вас из себя на канале. Спасибо, что заходите ко мне на канал. Спасибо, что подписываетесь. Кто не подписан, если хотите, подпишитесь, пожалуйста, на канал. Вам это ничего не будет стоить, а мне будет очень приятно. Сегодня видео будет о бомжах. Америка – это та страна, в которой действительно много бомжей. Я не знаю, сколько в других развитых государствах бомжей. Я немножко знаю, про Канаду я скажу, про Европу я не знаю. Ну, в общем, я то, что здесь вижу, что вижу, о том пою, как говорится, да. Ну, я вижу бомжей, поэтому я выбрала сегодня тему бомжи в США. В общем, в США жителей порядка 340 миллионов жителей, да, популяция. И где-то примерно 600 тысяч бомжей. Если вот так брать по городам, сколько вот, в каких городах больше всего, лидер Лос-Анджелес, знаменитый город, все его знают, город ангелов, где Голливуд расположен, да. И там 50 тысяч, всегда это плюс-минус, примерно 50 тысяч бомжей на этот город, да. Это не в округе, это вот именно в самом городе, сколько их зафиксировано. В Нью-Йорке 30 тысяч, короче, в Л.А. порядка 50, в Нью-Йорке порядка 30 тысяч. И следующие города, которые идут по многочисленности, как, тоже в лидерах, да, скажем, назовем так, пятерку лидеров, это вот Лос-Анджелес первый, Нью-Йорк второй, потом идет следом Сиатл, и потом три города, опять же, в нашей Калифорнии, да. Это Окленд, но вот Окленд, он еще славится тем, что он самый криминальный город, может быть, по всей Америке, в одном, ну, вот, один из первых, как бы, лидеров по криминальности Окленд. Город-миллионник, большой город, и вот в нем такая вот криминальность тоже, и вот он также, у него много бомжей. Сан-Хосе – это тот город, в котором я живу, и Сан-Франциско тоже много жителей. Но самое удивительное, понимаете, да, Сан-Хосе по территории огромный город, и по численности он минимум в два раза больше, чем Сан-Франциско. Сан-Франциско – очень маленький город, он расположен на такой местности, он не может стать больше, там просто нету, как сказать. Он не может расшириться, потому что вот у него вот зона города ограждена вот этой географическим расположением, да. И если вот смотреть, я жила и в Сан-Франциско шесть месяцев, и здесь сколько я живу, получается, три года, три года живу в Сан-Хосе. И если вот так смотреть, как вот, насколько ты видишь, много бомжей, то это, конечно, Сан-Франциско так превалирует. Но за счет того, что он городок меньше, поэтому, конечно, там скопление этих бомжей. Теперь вот, значит, по штатам. Если по штатам, в Калифорнии, вот во всей Калифорнии уже поняли, да, пара города, что 30% всех бомжей живет у нас в Калифорнии. Значит, 50 тысяч только в Лос-Анджелесе, и в этих трех городах их много, ну и во всех городах их тоже, они тоже есть. Где-то вот их 170 тысяч жителей, ой, жители этих бомжей, вот во всем, во всей нашей Калифорнии, да. В Нью-Йорк штат, вот в городе 30 тысяч, а в штате во всем 75 тысяч. Во Флориде, во Флориде всего 25 тысяч. Хотя вот Флорида и Калифорния схожи по климатическим своим условиям, да. Ну, какая-то есть разница туда-сюда, но, в принципе, они похожи по климату, по... Но зато правительство, как руководство правительства, короче, политика штата Флорида отличается от политики штата Калифорнии. Калифорния, она очень такая либеральная. И здесь очень любят, значит, бомжей в том числе. Ну, в общем, любят всем помогать. Флорида, она республиканская. Она нацелена на бизнес, она нацелена на... Ну, у неё другие приоритеты. Так, вот. И что ещё хотела сказать? Ну, вот, вот, поэтому, вот, смотрите, во Флориде всего 25 тысяч, а в Калифорнии 170 тысяч этих бомжей. Ну, дофига, скажу я вам, да. Хотя вот, когда вот мы в Майами, я летала в 2012 году, вот, лично в Майами их тоже много. Ну, они, наверное, вот копятся вот в тех местах, где, наверное, очень много туристов. Я не знаю, ну, в Майами, может быть, их меньше видно, чем в Сан-Франциско, но там тоже достаточно их бомжей. Ну, всё равно, вот, статистику никак не объехать, не обойти, да. 25 тысяч и 170 тысяч, да. Вот. Теперь, значит, по мужчинам, женщинам, конечно, мужчины лидируют. Мужчин 60, женщин 40. И ещё хочу сказать тоже про проценты. То вот молодёжи, молодёжи где-то 60-70 процентов из 600 тысяч, где-то 60-70 процентов это молодёжь. Это где-то их порядка 400 тысяч молодёжи. Есть такая интересная статистика, да. Вот. В этой статистике, так, вот из миллиона попавшихся молодёжи с какими-то криминальными ситуациями, 400 тысяч это вот молодёжь, которая бомжует. Ну, в общем, вот так, вот такая ситуация. И теперь по деньгам. Вот деньги выделяет здесь же, в Америке же, я не знаю, наверное, во всех странах так, да, разные бюджеты. Есть государственный бюджет, есть региональные бюджеты. Ну, в общем, да, федеральный бюджет выделяет больше 50 миллиардов долларов на них, да. А бюджеты штатов, вот смотрите, только одна наша Калифорния выделяет 11 миллиардов долларов в год на поддержку, помощь бомжам. Ну, и, конечно, каждый штат, где даже их гораздо меньше, чем в Калифорнии, ну, наверное, и деньги у них гораздо меньше, но то, что Калифорния, это, да, 11 миллиардов долларов, это огромные деньги, если бы их послать бы на что-то другое, представьте, да. Ну, как сказать, конечно, не мне решать, но наша демократическая Калифорния, вот такой штат, и они так принимают такие законы, и они так распоряжаются этими деньгами. Парочку слов про Канаду хочу сказать. О, давайте вернемся к бомжам в Сан-Франциско. Вот я жила в Сан-Франциско, да, помню такой случай. Вообще, вот, как сказать, ну, то, что я видела, да, говорят же, в Америке моют улицы, ну, наверное, не во всех городах, но лично я видела, как в Сан-Франциско моют улицы, вот эти машины приезжают, и со шлангой идет прям вода, как бы шампунь или мыло, или какое-то вот средство, но оно пенищееся, пахнет вкусно и чистит хорошо. И я это видела, но это они делают около пяти утра. Я два-три раза видела эту ситуацию. И самое интересное, я так иду, смотрю, они моют-моют, и вот под деревом, не на тротуаре, а вот магазины, и вот тут вот место такое большое, и там вот так вот дерево, и возле дерева прилег, значит, это дядечка. Ну, понятно, вижу, что это дядечка, и он спит, он как бы укрытый, но лицо-то я вижу его. И вот этот поливальщик, мойщик улицы, он моет, и вот так вот он моет-моет-моет, и вот эта вот вода с мылом, она даже не подошла близко. То есть он знает, как это делать, чтобы, как это сказать, не помешать, так сказать, гражданину США спать спокойно, продолжать свой сон. И вот как он спал, он не шелохнулся. И вот он его так осторожненько обошел, все это помыл, а вот этот вот клочочек, и вот он когда встанет, этот клочочек останется не помытый. Я не знаю, если он там, например, что-то бы наделал, то оно так и останется, да. Ну, а то, что вот они наделывают, я тоже видела, да. Я вот метро, здесь называют его бар, когда спускаешься в метро, то пахнет, ну, уриной, мочой, проще говоря. И также я видела парочку кучек, когда они тоже уделывают, когда вот в проходе бежишь. То есть я уже не вижу, кто это делал, но следы их работы я видела, да. Ну, не так много, но парочку раз видела. Этого было достаточно, чтобы сказать, что это есть. Вот. Про наш Сан-Хосе хочу сказать. Здесь тоже я вижу их периодически, но здесь вот они как-то город вот такой, как большой, разлапистый, и вот концентрации такой их нет. Или я не попадаю, не вижу концентрацию. Ну, в общем, во всяком случае, они меня здесь не назят. Самое интересное, мы когда переехали, мы живем же в Орви-трейлере, да, и кто знает ситуацию по городу, здесь вот мы недалеко от 101-го, от 101-го хайвея, и здесь всего у нас вообще, по-моему, в Сан-Хосе всего два Орви-парка, да. И вот, когда мы сюда заселялись, мы когда вот ездили, смотрели, мы видели, что они совсем, вот знаете, да, в трех минуты езды от нас. Но нам круто повезло с мужем, когда мы заселялись, когда пока мы выбирали место, пока мы стояли в очереди, мы их видели. А потом, когда видим, что там стройка началась, такая огромная стройка, и там построили бизнес вот этот вот, как это, газ, бензиновый бизнес, огромный такой. И, в общем, как-то они оттуда их смогли смотивировать, или как они там сделали, я не знаю, но их не стало. Потом они там переехали напротив этой станции, как это, бензинная станция, как называется, ну, газ-стейшн, короче, да. Они перешли на ту сторону, вот ровно напротив, вот где они стояли здесь, они перешли на ту сторону. И правительство, я не знаю, кто сделал, это город, или вот эти же коммерсанты, которые построили этот большой газ-стейшн, они там положили такие камни, но они не выглядят ужасно, они, знаете, такие как-то камни, и как-то они вот так вот игольчатые, и они такие приличные, в общем, там им невозможно поселиться. И, в общем, нам повезло, вот по дороге, когда мы едем, мы их не видим. Иногда, правда, вот на развороте стоят дядечки, обычно дядечки, тётечку я не помню, чтобы была, они вот с такими плакатами, типа, помогите, пожалуйста, и, наверное, люди помогают, они бы так просто не стояли. Ну, лично мой муж не даёт им. Вот он, когда работал, у него были моменты, когда вот он прямо 10% от зарплаты, я злая такая, ну, он это делал, я это как бы принимаю, но когда я посчитаю, какие это 10% во сколько выливается денег, ну, большие деньги, он ежемесячно 10% от своего дохода перечислял в такие организации. Ну, не обязательно это бомжам, допустим, здесь организации много, ветераны есть, там по здоровью есть, ну, в общем, он всегда перечислял, и куда у него душа лежала, он тем перечислял, и это у него всегда было, вот именно прямо 10% чётко отдавал. Вот я знакома в Ускаменогорске с одной женщиной, ну, муж-то мой был не по религиозным мотивам, это вот у него, он, у него такой духовный путь, вот у него тогда так сформировалась его духовный путь. А вот я знаю женщину в Ускаменогорске, и она вступила в какую-то христианскую церковь, по-моему, прокорейскую, что ли, если что-то так можно сказать, но там было много корейцев, и вот она тоже отдавала 10% прямо жёстко, и вот, как говорится, вот как только прибыль вышла, она отдала 10%, а потом она платила зарплату своему коллективу, себе там что-то, ну, в общем, вот это 10% это были святые, в том числе это вот мой муж тоже так делал. Сейчас он это не делает, потому что у нас пенсионный бюджет. Мы вот очень мало кому-то помогаем, но исключение было у нас вот один раз, ровно год назад мы сделали дотацию 1000 долларов, кто понимает, тот понимает, для какой цели. Вот. Ну, что ещё хочу сказать из моей практики? Вот, допустим, я видела в Ускаменогорске тоже бомжи были, они и есть, они никуда не деваются, они везде есть, да, вот в Ускаменогорске, я не знаю, у нас, наверное, статистики нет, но просто я видела, и, допустим, я вижу-вижу-вижу одних людей, и потом эти же люди ходят в компании с другими. Ну, я думаю, что у нас в Ускаменогорске сменяемость, как сказать, ну, наверное, в нашем Ускаменогорске, я так думаю, что у нас очень холодный климат, кто не знает, что у нас бывает до минус 47 градусов морозы, я не знаю, было ли больше, но вот я застала вот эту температуру, но не каждый год и не каждый раз, но 30 градусов – это как нечего делать, и, в общем, конечно, люди обмораживаются, я так думаю, что у нас сменяемость у Ускаменогорске их очень большая. Я не знаю, сколько лет здесь живут, честно. Я думаю, что здесь они могут жить гораздо дольше, потому что их кормят, их лечат, им питание дают, им они где-то там одеваются, есть специальные пункты. Ну, в общем, они здесь при 11 миллиардах долларов только в нашей Калифорнии, значит, до каждого из них что-то доходит. А, кстати, вот мы вчера были в этом, в Сан-Франциско, и мы такие идём, и я вижу там много этих палаток, такие приличные палатки в Сан-Франциско, прям такие приличные палатки, не у всех, кто любит путешествовать, такие приличные палатки. И сидит дядечка, многие спят, это где-то было в районе 12 часов, часа, а, в районе часа, многие ещё спят, у них так всё это закрыто. Есть душок, ну, небольшой, вот прямо вот Сан-Франциско, прям такая хорошая. Вот в этом месте они такие, как сказать, элитные, наверное, бомжи. Я видела бомжей, где у них не очень элитно под мостами, но вот тут они прямо вот так круто живут. И сидит дядечка, у него там открыт вот так вот пологи вот этого палатки, сидит дядечка, как бы вот на стульчике, наверное, но на чём-то он сидит и кушает. И у него такая тарелочка, ну, одноразовая, наверное, я так думаю, мне показалось, да. И он так сидит размеренно, кушает у него прямо эта еда, ни там, ни что попало. Ну, я хотела остановиться, хотела его попросить снять, сняться на видео. Я думаю, бы он это согласился. У меня с собой не было... Вот у меня обычно сумка со мной, а тут сумку я оставила в багажнике нашей машины. И я даже ни пяти, ни десяти долларов, ну, ни одного, ни одной копеечки, как говорится, с собой нету. Я думаю, и, ну, так просто они мне не будут позировать, и так просто они мне не дадут себя снять. А мы в Сан-Франциско ездим крайне редко. Вот. Зачем мы вчера ездили в Сан-Франциско? Там мы ездили по меня... В общем, это был еще Крисмас, продолжение Крисмаса. Нам сын подарил одежду, как, с фирменного магазина баскетбольной команды. И она вот, в общем, как-то к нам не подходит. И мы это сдали, и вчера покупали уже другое. Вот. И, в общем, мы прикупились. Мне очень нравится то, что мы прикупили. Вот. Ну, это все отвлечение, да. Ну, в общем-то, бомжи в Сан-Франциско, да, чувствуется, что им дают хорошие деньги. Что еще сказать? Ну, и про Канаду давайте скажу. Вот в Америке 340 миллионов жителей, из них 600 тысяч бомжей. А в Канаде 40 миллионов жителей, и из них 250 тысяч бомжей. Ну, хотя Канада же, она же холодная, да. И, ну, я так думаю, что, может, мои предположения, кто живет в Канаде, или кто знает про политику Канады, напишите. Мне кажется, в Канаде тоже политика похожая, вот, с нашей Калифорнии политика, что они там, в общем, их холят и лелеют. За счет этого они имеют возможность так вот, кто желает бомжевать, бомжуют. Вот. Это мои предположения, почему так их много-то, да. Ну, вот так вот. Что еще? Ну, все. Все рассказала. Я не думаю, что вот я, допустим, вот высказала в своем видео, что мы обрадовались, что их возле нас не стало, что мы выглядим очень так, как бы, недемократичными людьми. Я не думаю, что очень многие были бы счастливы, если бы рядом с ними жили бомжи. Но я не знаю, напишите, как вы относитесь к ним, как вы видите эту ситуацию, как в ваших городах. Ну, вот, значит, я вот рассказала то, что я могла рассказать. Я сказала статистику, я сказала мои ощущения, я сказала то, что я видела. А, да, я не сказала, что я была, так сказать. Ну, у меня был один бомж, когда я жила у своей бабы Раи в Сан-Франциско. И я всегда, допустим, выхожу с автобуса, и всегда здесь на лбу сидел один дядечка. Ну, у него этот, как, инвалидное кресло, но он бомж. Он тёмный, афроамериканец, и он всегда просит деньги, кто выходит из автобуса. Ну, как-то так получилось, что как-то мы с ним стали здороваться, и он, когда видел меня, он так улыбался мне, я улыбалась ему, я здоровалась. И он уже как-то не стал ко мне со своими претензиями, чтобы я ему дала. Мне нечего дать, может, он уже понял, что мне нечего дать. И, в общем, вот у меня было общение такое, как сказать, ну, как шапочное, шапочное, да, общение с этим дядечкой. Но мы с ним здоровались, он меня узнавал, и вот у нас было такое с ним, как бы, как бы так, да, он узнавал меня как личность, я узнавала его как личность, и мы здоровались. То есть вот такое тоже было, я перестала бояться этого района, потому что, ну, как-то я почувствовала, что я как бы под крышей. Я не знаю, почему, с чего это взялось, но вот рассказываю свое субъективное ощущение от того, что вот мы с ним как бы стали знакомы, и как-то вот мы с ним стали здороваться. Так я почувствовала, не знаю. Ну, все, на этом я кланяюсь, откланиваюсь. Кто досмотрел до конца, хотите подписаться, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Всех обнимаю, целую, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok